МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогая наша публика! Здравствуйте, дорогие и верные друзья романтики-романса! Наш сегодняшний вечер посвящен одной из ярчайших представительниц золотого века Большого театра. Речь идет о Марии Петровне Максаковой. Ее теплого мягкого тембра, голос полетный, узнаваем сразу, с первых нот. Этот веер черный, веер драгоценный, Он в тебе скрывает верности заменны. Сколько неженой ласки в мимолетных взорах Обещает верю, кружевный узорах. Машенька, скажите честно, вы волнуетесь? Я очень радуюсь и, конечно, немного волнуюсь, потому что для меня это, в первую очередь, моя любимая бабушка. И хотя я появилась на свет после ее смерти, В нашем доме очень жива память о ней. У нас не переставлено ни один предмет интерьера. Все сохранилось, как при бабушке. И все абсолютно, ноты, афиши, программки, портреты, записи, ее родной голос. Это все сопровождало меня с самого раннего детства. Мы назвали нашу сегодняшнюю передачу «Мой гений, мой ангел, мой друг». И, пожалуй, даже трудно определить, что принесло большую славу, большую популярность у слушателей Максаковой ее оперная или концертная деятельность. Потому что она, конечно, была великолепна на оперной сцене, но у нее был и огромный репертуар романсов, начиная от Алябьева, Гурелева, Варламова, Булахова и кончая Чайковским, Рахманиновым, Шуманом. И народные песни она великолепно исполняла. А сейчас, для начала нашей программы, я бы хотела пригласить на сцену замечательного певца, солиста, геликон-оперы и приглашенного солиста Большого театра, лауреата международных конкурсов Алексея Тихомирова. И он исполнит для вас и для нас романс Петра Ильича Чайковского на стихи Апанасия Фета «Мой гений, мой ангел, мой друг». Партия фортепиано Владимир Бродский АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не здесь ли ты легкою тенью, Мой гений, мой ангел, мой друг, беседуешь тихо со мной, и тихо летаешь вокруг. И робким даришь вдохновеньем, и сладкий врачуешь недуг, и тихим даришь сновиденьем. Мой гений, мой ангел, мой друг, мой гений, мой ангел, мой друг. Мой гений, мой ангел, мой друг. АПЛОДИСМЕНТЫ В течение многих лет Мария Петровна Максакова успешно сотрудничала с оркестром русских народных инструментов имени Осипова. А сегодня к нам приехал оркестр народных инструментов Астраханской государственной филармонии, большой зал которой носит имя Марии Петровны Максаковой. Дирижер и художественный руководитель Елена Серединцева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эх, вдоль по Питерской, По Тверской, ямской, По Тверской, ямской, С молокольчиком. Ох, едет Миренький, Сам на Тройчике, Ох, едет Лапушка, По Потелочке. Ох, я в перу с ним была, В обеседушке, Да ох, я пила молота Сватку да водочку. Ох, сладку водочек, Ох, вся наливочек, Ох, я пила молода И спал у ветра. Ой, а как, где, что? Не лед трещит, А не комар пищит, Это ком да коме, Судака тащит. Эх, ох, эх, ох, Ах, юнушка, Да ты голубушка, С вариком судака, Чтобы ёшка была. Эх, ох, эх, ох, Ах, юшечка, Да с петрушечкой Поцелуй же ты меня, Комадушечка. Ну, поцелуй, Ну, поцелуй, Комадушечка. Ой! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Мария Петровна Максакова, А тогда просто Маруся Сидорова, Родилась 110 лет назад В Астрахани В бедной многодетной семье. Находили утешение в музыке У всех были хорошие голоса, Многие умели играть на гитаре, Балалайке, И пением как-то украшали свою жизнь. Уже в 9 лет маленькая Маруся Пошла петь в церковный хор, Чтобы зарабатывать деньги для семьи. А потом было Астраханское музыкальное училище И в 15-ти летнем возрасте Она уже была кормилицей всей семьи. Но приходила в отчаяние от того, Что понимала, что по-настоящему петь Она еще не умеет. Нужен был какой-то толчок, Какой-то творческий импульс. И этим импульсом Послужила запись На пластинке Арии Виолетты Из оперы Верди Травиата В исполнении Антонины Васильевны Неждановой. Педагог по вокалу Посоветовала 17-летней Марусе Попробовать себя на театральной сцене. И так состоялся ее дебют На сцене Астраханского оперного театра. Она спела Ольгу Евгения Онегине. И в нашей группе поддержки Есть уникальный музыкант, пианист. Он аккомпанировал Николаю Гедди, Полю Робсону, Многим звездам Большого театра И был личным концертмейстером Марии Петровны Максаковой В течение 20 лет. Кроме этого он ведет активную Творческую жизнь. Играет до 50 сольных концертов в год. А в этом году он еще отметил Свой 102-й день рождения. Народный артист России Давид Михайлович Лернер. Жизнь Давида Михайловича за 102 года Вместила в себя очень многое. Давид Михайлович естественный ветеран войны. Мичман Тихоокеанского флота. Он служил вместе с Борисом Бруновым. И сидел на Колыме, как полагалось в то время. И вот теперь народный артист. Грудь в орденах. И главное, творческая молодость не покидает нашего ветерана. Давид Михайлович, вы аккомпанировали, Маша рассказывал многим великим певцам. Но 20 лет с Марией Петровной. Расскажите. Вы представляете, что когда мы начали трудиться с Марией Петровной Максаковой, было Людмиле Васильевне Максаковой, ныне народной артистке, всего 13 лет. И вы представляете, после этого целая плеяда. Тут, понимаете, такая династия Максаковых уже, понимаете. Я вот не буду утверждать в этом нигде. Там продолжатель династии. Да, продолжатель династии. Вот три года еще одной Людмиле Максаковой. Понятно. Вот, машет вам ручкой. И Илюша Максаков. Да. Так что с Марией Петровной было очень интересно, творчески интересно. Когда, помните, приезжала к нам в Москву и Масума своим невероятным диапазоном. А мы готовились с Марией Петровной образить свою такую программу аргентинскую и бразильских песен. И я запомнил одну из песен, исполненных именем Сумак. И предлагаю, говорю, знаете, Марья Петровна, я не имею ни нот, ни слов. Ну, говорит, это не беда. Я наиграл эту мелодию. Мелодию очень понравилась Марье Петровне. Марья Петровна говорит, я, говорит, напишу сама слова. И, короче говоря, в последствии эта песня у нас даже записана на пластинку. И так далее. Но хочу еще определить следующее. что сейчас в Астрахани очень, очень тепло относится к Марье Петровне. Там память и филарония имени Максаковой. И вот, понимаете, что каждые 2-3 года там проходят фестивали памяти Максаковой и Барсовой. Но что я хочу интересно сказать, что на прошлом фестивале, это было в 2008 году, вот в Астрахани, в это время Астрахани праздновало свое 450-летие. Я вышел и сказал, говорю, что, знаете, 50 лет тому назад мы с Марьей Петровной приезжали в Астрахань и праздновали 400-летие города. Сейчас вы празднуете 450 лет. Но я постараюсь приехать к вам на 500-летие. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы обычно, когда я выступал с Майей Петровной на гастролях, начало нашего концерта начиналось с моего сольного выступления. Сейчас я исполню Ноктюрн Шопена до минор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть такое поверье, что перед каждым человеком хоть раз в жизни проезжает золотая карета. Это символ судьбы. И одни успевают спрыгнуть в эту карету, другие не замечают, когда она пролетает мимо. А кто-то успевает запрыгнуть туда, но не знает, что потом делать. И только избранные готовы к этой встрече. Они ставят перед собой твердую цель и готовы трудиться до седьмого пота, чтобы ее достичь. Вот такой золотой каретой в жизни Марии Петровны Максаковой стала судьбоносная встреча с замечательным баритоном. Австрийцем по происхождению, который осел в России. Его звали Макс Шварц. Но здесь он принял себе псевдоним Максаков. И в 1920 году он стал руководителем Астраханского оперного театра. И, конечно же, обращал особое внимание на талантливую молодежь. И Маша, будущая Мария Петровна Максакова, сразу же обратила на себя внимание опытного и педагога, и певца, и режиссера. И своим удивительным, лирическим, можно сказать, меццо-сопрано, и потрясающей музыкальной памятью. А главное, готовностью учиться и учиться. И юная певица совершенно очаровала опытного музыканта. И он признался ей в любви. И, к удивлению многих, состоялась эта свадьба, несмотря на огромную разницу лет. Ей было 18, ему 49. Но, как вспоминала потом в своих мемуарах Мария Петровна, она ни разу не пожалела об этом браке за все 16 лет. И Максаков не только дал ей фамилию, семейное счастье, но он сделал из нее настоящую большую певицу. Света Слава Игоревич, раз уж Вы заговорили о «Золотой карете», то я хочу сказать, что наш следующий участник группы поддержки, можно сказать, родился в «Золотой карете», потому что его отец, народный артист Советского Союза Константин Лаптев, был солистом Мариинского театра и, вполне возможно, встречался на сцене с Марией Петровной. Кроме этого, он был блестящим педагогом своего сына, с которым вот я уже точно встречалась на сцене Мариинского театра неоднократно. Но нужно добавить, что Юрий Константин Лаптев, и мама народная артистка России, которая до сих пор играет в оркестре имени Андреева, играет на гуслях, вот подобных этим, только гораздо более старом инструменте. Итак, солист Мариинского и Большого театра, профессор Петербургской и Московской консерватории, режиссер, народный артист России Юрий Лаптев. Юрий Константин, скажите, все-таки папа встречался с Марией Петровной или нет? Что гласит семейное предание? Вы знаете, я думаю, что все-таки в основном все обрамлялось рамками Советского Союза, и поэтому невольно наверняка встречались, либо в концертах, либо в спектаклях. Наше семейное предание мне не донесло этих легенд и этой информации, но так как иногда, вот я слышал о том, что отец встречался со многими певцами, не только которые служили на сцене Мариинского театра, но это был и большой, и Киевский театр, и Саратовский, то есть я думаю, что это была действительно большая такая общность вот таких уникальных певцов. Я вас поддержу, потому что Мари Петровна тоже два года служила в Мариинском театре. Ну вот видите, как она. Перед воеводой Молча он стоит Голову потопил Сумрачно глядит С плеч могучих сняли Бархатный кафтан Кровь струится тихо Из глубоких ран Скован по рукам он Скован по ногам Знать его не рыскать Больше по лесам Думает он Думу Дышит тяжело Плохо Видно, время Доброе прошло Что? Попался парень Долго ж ты гулял Долго вне втянет, а волк не забегал Что же приумолк ты Слышал я не раз Песенки ты мастер петь Веселый час Ты на лад сегодня вряд ли попадешь Завтра мы услышим Завтра мы услышим Как ты запоешь Завтра петь не буду Завтра мне не след Завтра петь не буду Завтра мне не след Завтра мне смертью лихой Сам ты запоешь чай С радости такой Мы певали песню Как из леса шли Как купцов с товаром мы во враг вели Ты б нас тут послушал Словно пели мы Да недолго песней Тешили скупцы А еще певал я В домике твоем Запевал я песни Все твоим вином Зайдал я чарку Хозяйской едой Целовался сладко Да с твоей женой А еще певал я Гайна-тройка Она полно смущенья, что-то ей любовь сулит Как с тревожными мечтами вдаль замчала сада И не помнит, как с устами вдруг слили свои пусты Гайна-тройка Снег пушистый, ночь морозная другом Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем Уж заменилась ночь зарею, утрочасно стал плотой Тройка мелкою рысою возвращается домой Ах, надолго лета счастья не исчезли бы, как сон Эти ласки, объятья и вина в отелок живут Гайна-тройка Снег пушистый, ночь морозная кругом Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем Гайна-тройка Снег пушистый, ночь морозная кругом Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем Чтобы убедиться в талантливости своей супруги и ученицы Решил показать ее авторитетному режиссеру Большого театра Лоскому И тот, прослушав молодую Максакову Неожиданно предложил ей дебют на сцене Большого театра Партию «Амнерис» в Аиде Сергей Айкович Лемешев, который был тогда студентом Московской консерватории Вспоминал в своей книге Как все студенты с интересом пришли на этот спектакль Потому что понимали, что дебютантка очень молода Но многие, конечно, готовились к критике И, как говорится, оттачивали уже свое остроумие И готовили язвительные фразы И вдруг из кулисы вышла девушка, словно ожившая египетская богиня Как будто она сошла с барельефа пирамид У нее были худенькие руки подростка И гордая царственно посаженная голова Все решили, что это балерина Одна из служанок Амнерис Но тут она запела И этот голос покорил всех и сразу Таково было начало 30-летнего благородного служения Большому театру Марии Петровны Максаковой А вот вы говорите худенькая Между прочим, в ее воспоминаниях значится, что Для того, чтобы произвести более солидное впечатление Она обматывалась махровыми полотенцами под костюм А какие еще партии особенно бабушке полюбились? Ну, за время служения Большому театру Мать Петровна спела огромное количество партий Это и Кармен, и Марина Мнишек, и Далила Которую она, кстати, пела в Мариинском театре и в Тифильском И Артруда в Лаенгрине И Марфа в Хованщине И Амнериса, о которой вы говорили И Азучена То есть такая большая очень палитра разных образов Но в партии Кармен Мария Петровна выступила более 800 раз И, как мне говорила Тамара Ильинична-Синявская Которая застала еще Марию Петровну в театре И та делилась с нею своими драгоценными советами Ее в театре, по крайней мере за глаза, называли Кармен Петровна Максакова И ее прощальный спектакль тоже как раз была Кармен Однако сама она в воспоминаниях писала Что вот многие думают, что моя любимая партия Кармен А это не так Самая дорогая для меня партия это Любаша Ну что ж, певица виднее Маша, вы здесь, с нами, на сцене Позвольте вас и оставить Чтобы вы достойно вспомнили бабушку С удовольствием Я бы хотела спеть песню Из репертуара Марии Петровны Которую она, в общем-то, исполняла первой Потому что это ее голос звучит в фильме Кубанские казаки И там две песни, одна каким-то был И вторая, ой, цветет калина Вот как раз ой, цветет калина С вашего позволения я и исполню АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уй, цветет калина в поле у ручья, Парня молодого полюбила я. Парня полюбила я свою вилку, Не могу открыться, слова не найду. Не могу открыться, слова не найду. Он живет, не зная ничего вам, Что одна девчина думает о нем. У ручья с коленой облетает свет, А любовь девичья не проходит, нет. О любовь девичья с каждым днем сильней, Как же мне решиться рассказать о ней? Я хожу и смею волю над словом, Милый мой хороший, догадайся сам. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Серединцева и оркестр народных инструментов Астраханской государственной филармонии. С такой же любовью и страстью, С какой Мария Петровна Максакова дарила свой талант оперной и концертной сцене, После ухода из Большого театра она стала всю себя отдавать педагогической деятельности. И она ощущала необходимость передать свой огромный опыт молодому поколению И всегда повторяла своим ученикам, что от пения устать невозможно. И сейчас я с большой радостью и трепетом хочу позвать на нашу сцену Еще одного участника группы поддержки, который в своем творчестве придерживается этого же девиза. Я приглашаю на сцену народного артиста Советского Союза, Лауреата государственных премий СССР и Российской Федерации Иосифа Кобзона. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Вместе с Иосифом Давыдовичем его всегдашний спутник, народный артист России Алексей Евсюков. АПЛОДИСМЕНТЫ Цель в том, что я учился в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Он был строгий ректор Муромцев Юрий Владимирович. А я уже к 1963 году, когда я перешел на пятый курс, достаточно замелькал на телевидении, на огоньках и так далее, что очень раздражала классика нашего ректора Муромцева. Поэтому он пригласил меня к себе и сказал, выбирайте или-или. Мне ваши песенки надоели. Но я уже не мог отказаться, потому что были планы гастрольные, были выступления. Я сказал, я не могу отменить, ну тогда я вас исключаю. И исключил меня из института. И мне пришлось все время записывать в анкетах образование незакончено высшее. И вот моя любимая супруга мне однажды сказала, тебе не стыдно не иметь высшего образования. И я решил отменить все свои гастроли. Шел 1973 год. Ровно через десять лет после исключения. И, да, я пришел к Муромцеву и сказал, я хотел бы все-таки закончить. Он сказал, нет проблем. Я уже был к тому времени народным артистом Дагестана, заслуженным артистом России. Он говорит, нет проблем. По программе Института Гнесиных, пожалуйста. Когда я узнал, какая комиссия меня будет судить, я, конечно, был взволнован. В комиссию входила Наталья Дмитриевна Шпиллер, Пантелеймон Маркович Нарцов, Иванов Евгений. А возглавляла Государственная экзаменационная комиссия Марья Петровна Максакова. Как мне повезло. Я, безусловно, волновался. Я пел Арию Рената из «Бал Маскарада», Валентина пел, Онегина. Роман цепел Доргомышского, Римского, Чайковского. Когда закончился экзамен, Марья Петровна мне сказала, ну вот что, Иосиф, мы, конечно, обсудим твой экзамен. А в это время только что прошел премьерный фильм «17 мгновений весны», 1973 год. Где звучит голос. Но хорошо было бы, если бы ты исполнил песню. Я говорю, Марья Петровна, меня за песню исключили из института. Она говорит, ну когда это было? А сейчас вот мы просим всей комиссии, спой, пожалуйста, из «17 мгновений». И я исполнил до Марьи Петровны эту песню. Иосиф Давыдович, я в продолжении нашего диалога хотела сказать, что это действительно была ее любимая или одна из любимых песен. Спасибо, Машенька. Спасибо. Спасибо. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотят когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты гроза, но пойми меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Я хотел бы вспоминать Мару Петровну и тех выдающихся артистов, артистов, певиц, которые прошли в моей жизни и остались в моей благодарной памяти. Я хочу исполнить романс. Алябиевна стихи Беранже в переводе Маршака. Нищая. Зима метель и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в лохмотье, старушка нищая стоит. И милость не ожидая, она все тут с клюкой своей, и летом, и зимой босая. Подайте ж милостыню ей, подайте ж милостыню ей. Сказать ли вам старушка эта, как двадцать лет тому жила? Она была мечтой поэта, и слава ей венок плела. Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней, Она соперниц не имела. О, дайте ж милостыню ей, О, дайте ж милостыню ей. Бывало, после представленья Ей от толпы проезда нет, И молодежь от восхищения Гремела браво ей во след. Вельмоши суча искали Попасть в число ее гостей, Талант и ум в ней уважали. О, дайте ж милостыню ей, О, дайте ж милостыню ей. В то время торжество и счастье, В ней был дом, не дом, дворец, И в этом доме сладострастия Томились тысячи сердец. Какими пышными хвалами Годил ей круг ее гостей, При счастье все Дружатся с нами. При горе нету тех друзей, Подать ж милостыню ей. Слепая воля провидения Артистка сделалась больна, Лишилась голоса и зрения И ходит по миру одна. Бывало нища не боится Прийти за милостыню к ней, Она же вас просит стыдиться, Так дайте ж милостыню ей, О, дайте ж милостыню ей. Ах, кто с такой добротой В несчастье ближним помогал, Как эта нищая с клюкою, Когда Амур ее ласкал. Она все в жизни потеряла, О, чтобы в старости своей, Она на промысл не роптала. О, дайте ж милостыню ей, О, дайте ж милостыню ей. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу Марии Максатовой посвятить тот же романс. Сергей Александрович. Прошу. Благодарю вас. Ну не уходи. Я люблю вас так безумно. Вы открыли к счастью путь, Сон нарушен, безмятежный, Бьется сердце, ноет грудь. Ах, зачем все так случилось, Вас зачем увидел я? Сердце бедное разбилось, Погубили вы меня. Предо мною вы открылись, Как заветная мечта, Чувства страсти пробудились, Победила красота. Ах, не буду ждать я казни От своих волшебных грез, Я люблю вас без боязни, Без искусства и без слез. Но не верю, чтоб жестоко Так смогли вы поступить, Дать надежд мне много-много, И все счастье вдруг разбить. Так с другим вы будьте счастливы, С ним живите полюбя, И когда-нибудь порой вспоминайте про меня. Как с другим вы будьте счастливы, С ним живите полюбя, И когда-нибудь порой вспоминайте про меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Евгений. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Евгений. Это роскошное приношение памяти Великой певицы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, к сожалению, и пришла пора расстаться. И мне очень жаль расставаться с воспоминаниями, Потому что вообще очень жаль, Что все хорошее длится не вечно. Но мы ведь расстаемся с вами ненадолго, Через неделю вновь увидимся на телеканале Культура. До новых встреч в программе Романтика Романса. АПЛОДИСМЕНТЫ Рер nada, я не цег dell夜 вновь увидимся на ночícia Чis м bana пролеткарно Крутицик У tribe, тоже гордкарно Утрам Субтитры создавал DimaTorzok